МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Это программа «День вместе». С вами я, фантодиопа. Это значит, что ближайшие 30 минут мы проведем вместе. Сегодня в программе завершаем знакомство с миром камней. Астролог Наталья Анисимова расскажет о лунных и венерианских самоцветах, а педагог Ирина Шевцова о физической и эмоциональной пользе каллиграфии. Вот я в одной из передач рассказывала про яшму. Да. Вот. Яшма бывает нескольких цветов. Яшма – это тоже марсов камень. И, например, вот яшма желтая, она помогает во всяких мелких неудачах предотвратить эти мелкие неудачи, там, всякие порезы, ну, вот мелочь какая-то такая. Шел споткнулся, отшелся гипс. Да, да, да. Вот. А вот яшма красная, если ты чисто этот цвет носишь, то она уже помогает предотвратить какие-то крупные неприятности. Могут ли камни влиять на нашу жизнь и здоровье? Конечно, если их правильно носить и использовать. Наталья Анисимова, астролог. Так, Наташ, двигаемся дальше. Не знаю, с чего начать. С очень актуального сегодня нежного цвета, вот такого розового, или вот с этого просто невероятного, какого-то глубокого, просто очень классного зеленого. Давай с него все-таки у меня прям тянется к нему рука. Ну, и то, и то, как бы относится к камням Венеры. Как? И то, и то? Да. Венера у нас, это у нас телец, и это у нас весы. И вот этот камень, это розовый кварц? Розовый кварц, да. Это розовый кварц у нас, да. Просто он весь такой нежный, я сразу поняла, что это Венера. Есть такой камень венерианский, называется амазонит. И он помогает, ну, так как Венера у нас про отношения, он помогает налаживать партнерские отношения. И есть вот такой камень, который называется малахит. Камень свободной и независимой женщины. Но в том числе еще и малахит, это камень женщины, которая счастлива в браке. То есть и так, и так. Вот именно вот этот малахит, он такой, вот он имеет такую структуру неоднородную. Есть малахит, он прям чисто зеленый. А вот этот, он с прожилками. И вот тот, который малахит с прожилками, его еще и меркурианцам можно носить. Вот, но все-таки это больше зеленый камень, он больше подходит к Венере. И вот малахит и амазонит, их очень хорошо использовать вместе. Когда амазонит и малахит используешь вместе, то есть он помогает, амазонит помогает партнерские отношения наладить, а вот малахит помогает не потерять себя в этих партнерских отношениях. Поэтому их можно прям вот так совмещать. Это вот про абьюз и все, что сегодня актуально, правильно? Ну, нет, не потерять себя в плане не утонуть в партнере. То есть быть такой честной единицей партнерской. Как красиво. Красивый камень, очень глубокий и прям не хуже изумруда. Да. Вот, кстати, про розовый кварц я хочу сказать, что розовый кварц, он помогает. Ну вот ты когда смотришь на него, вот скажи мне, вот что у тебя в голове? Ну нежнятинь, да? Ну нежнятинь. Ну прям вот зефирка. Ну прям зефирка, прям да, да. И вот розовый кварц, он помогает женщинам именно раскрыть вот эту вот женственность свою. Быть девочкой. То есть не вот это вот, ух, я сама сама достаточно единица, да? Вот это да, это прям вот я женщина-женщина, а здесь я женщина-девочка. То есть именно про свою внутреннюю девочку, которую хочется и нужно иногда открывать. Так, ну вот такие вот интересные камни получились, да? Вроде к одной стихии относится, или не стихии, как правильно сказать, к одной звезде. А такие диаметрально разные. Что ж, давай продолжим нашу тему. Про какие камни ты еще хотела поговорить? Мне кажется, то, что у нас здесь представлено, ты обо всем рассказала. Что-то есть еще? Ну еще у нас осталась луна. И всем известный жемчуг, лунный камень, горный хрусталь. Горный хрусталь, кстати, это вообще шикарнейший камень, который он и для... Такие вот кристаллы. Кристаллы, да, 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 да. Вот, он очень-очень сильный, но его вообще лунные камни, их нужно заряжать. А вот сам лунный камень, тот, который лунный, да, его хорошо заряжать на полную луну. Иначе он работать не будет. Ну, прям на подоконник, чтобы попадал лунный свет, да, он полежит, зарядится, и вот он будет работать. А горный хрусталь, с ним такая история интересная. Его можно есть... Он же как бы такими... Столбичками такими, да, растет. И вот иногда он растет как бы с такой, как с подложкой. То есть на одной подложке может быть несколько вот этих вот столбиков таких. И вот эта подложка, она называется друз. Друз, друзы. И вот если на горном хрустале есть хотя бы маленькая граммулечка вот этого друза, то его заряжать не надо. Он заряжается сам. А если нет... Очень интересно, да, да. А если нет, то его нужно заряжать. Причем заряжать не на подоконнике, как лунный, да, а заряжать в земле. Причем земля должна быть не просто там какая-то с песком или что-то такое. Она должна быть прям жирная, такой черноземный. Ага, ну это благо у нас есть полно, да. Да. Вот. И горный хрусталь, он очень... Как? Вот когда идешь его выбирать, ты очень легко можешь почувствовать именно свой камень. То есть ты берешь сначала один, подержала его в руке, прям, ну вот, прислушалась к нему, не откликнулся, положила, берешь другой, подержала. И вот когда к тебе придет твой камень, ты прям почувствуешь, как вибрацию такую. И вот некоторые от вот этой энергетики горного хрусталя, они даже, ну там, кто-то сознание теряет, у кого-то там, ну, какое-то прям... То есть такое сильное восприятие. Да, да, да. Вибрация прям такая. За что же эти камни лунные отвечают? Ну, они больше про спокойствие. Луна, она у нас в принципе про комфорт, про гармонию, про спокойствие. И вот они помогают наладить нам такую иньскую, женскую энергетику, расслабить нас, успокоить. Очень хорошо их использовать, когда ты медитируешь. И там ставить его перед собой. Вот многие делают такие алтарики для медитации, такие подноски. и там ставят вот камушки, вот туда хорошо поставить, потому что он такое даёт и усиливает интуицию, и даёт понять, вот если люди ещё в регресс ходят, то понять вот эти вот вымышленные, или ты действительно там что-то видел. Вот что-то даже вплоть до такого. То есть такое максимальное состояние расслабления, и не только физического, да? Да. А какие ещё камни, получается, у нас к лунным относятся? Это лунный камень, горный хрусталь, жемчуг. Жемчуг. Ну, их много, я просто... Ну, из таких, из распространённых больше, да? Ну, вот, наверное, из распространённых вот именно они. Лунный, жемчуг и горный хрусталь. То есть жемчуг нам тоже позволяет гармонию соблюдать, да? Да, конечно, конечно. Но опять-таки к жемчугу надо относиться, ну, очень аккуратно, потому что его подделок просто... Угу, угу, угу. Ну, как и любых других камней. Наташа, вообще вот действительно драгоценные и недрагоценные камни. Какое-то время было жутко модно только драгоценные носить. Сейчас, кстати, я очень много вижу, что больше стараются выбирать недрагоценные, более такие повседневные. А вот по энергетике они как-то отличаются. Всё-таки вот такие недрагоценные у меня лично больше ассоциируются вот действительно с каким-то влиянием на организм, на вот эту вот энергетику, которая рядом, вот это вот поле такое энергетическое. А как дела обстоят с драгоценными камнями? Ну, наверное, энергетика-то у них, в принципе, у каждого камня своя, и она нацелена на что-то определённое. И тут, ну, будет не совсем правильно делить их, что они драгоценные или недрагоценные. То есть от этого не зависит. Смотря что... Тут важен сам запрос, твой запрос, что именно тебе нужно в тот или иной момент. Потому что если ты хочешь там усилить свою, как бы, интеллектуальную сторону, то, ну, тебе будет неважно, драгоценный камень это или недрагоценный. Главное, чтобы он тебе как бы помог. Правильно? И те, и другие камни, они имеют свою энергетику, и они в любом случае влияют. Любой камень будет влиять. Любой абсолютно. Вот. Суть в том, чтобы... Можно сделать подборку из нескольких камней, и они будут... И так даже будет правильнее. Потому что если ты будешь носить какой-то один камень, у тебя будет перегиб в чём-то. Мы же как бы существуем единым организмом. И если мы где-то берём, то в другом месте у нас будет что? Убывать. Да. Поэтому мир дуален, и мы от этого никуда не денемся. Где-то берём, где-то, естественно, будет в минус это идти. Что ж, Наталья, спасибо тебе большое за такой вот небольшой, я бы даже сказала, поверхностный курс, да, по камням и их энергетике. Я думаю, наши зрители будут более осознанно относиться к выбору, ну, бижутерии, скажем так, или украшений, которые надевают на себя или используют в декоре дома. И это очень важно, потому что мы про осознанность, про здоровье, осмысленность и вообще максимальное количество позитивных волн, скажем так. Так что оставайтесь с нами на телеканале ТВ Губерния. Вы же видите, у нас сплошная польза. Ну что ж, а мы меняем локацию и отправляемся в следующую рубрику. Искусство письма – это та же гимнастика. Занятие каллиграфией помогает забыть о проблемах и заботах, более того, улучшить внимание и настроение. Как это сделать правильно, узнаем у гостей нашей программы. Каллиграфия – одно из направлений изобразительного искусства. Современное определение этой дисциплины звучит так. Искусство оформления знаков в экспрессивной, гармоничной и искусной манере. Освоим это мастерство вместе, а поможет нам педагог Ирина Швецова. Ирина, ну давайте с вами сразу начнем. Давайте. Прямо вот к делу. Расскажите, каллиграфия вообще насколько важна сегодня в нашей жизни? Вообще стоит ли уделять ей внимание? Это очень такой интересный вопрос. Очень важна. На самом деле важна в разном смысле ее понимание. Потому что каллиграфией можно заниматься начиная от 6 лет и до глубокой-глубокой старости. А почему от 6? Почему не раньше? Многие родители стараются раньше детей отправить или пытаться научиться себя красиво? Все связано с физиологией. Раньше не рекомендуется занятие именно самимой каллиграфией, как выписывание определенных фигур, определенных букв и так далее, если только ребенок сам не проявляет к этому желание. А проявляет он как? Он взял фломастер и рисует или он начал письмо писать? Да, он смотрит, что делает, допустим, его старшие братья и сестры. Он смотрит, что делает мама, папа, он тоже просит, дайте мне порисовать. Он начинает рисовать где-нибудь на обоях, палочкой на асфальте, на песке, где угодно. То есть если вот это начинается, здесь важно поймать момент не заставлять, но обязательно контролировать, как ставим пальчики. Потому что если ребенок начинает это делать самостоятельно, не факт, что он возьмет это нужно, так как нужно, так как правильно. И потом неправильный хват будет ему мешать набирать скорость письма уже в школьном возрасте. То есть не даст ему формирование именно красивого почерка. То есть мы начинаем говорить о каллиграфии именно лет с шести. Что касается школьного возраста, каллиграфия, я бы ввела ее в общую образовательную программу в обязательном порядке, что для начальной школы, что для средней школы. И очень хороша каллиграфия, когда взрослые люди, приходя, допустим, после тяжелого рабочего дня домой, возьмут и напишут пару красивых строчек. То есть процесс медитации больше? Да, конечно. Здесь же очень много завязано на работе головного мозга в том плане, что порядка 80% головного мозга работает, когда мы занимаемся каллиграфией. Очень хорошо каллиграфию рекомендуют, когда есть психоэмоциональное, нервное состояние, тревожное состояние. Это все нормализует. И, допустим, проблемы с давлением, это тоже ведет, занятия каллиграфия дают именно успокоение, налаживание на положительный эмоциональный фон и переносит очень большую радость. Когда мы сидим перекошены, плечо вверх или вниз, как мы сидим, допустим, боком, но мы с вами сейчас напишем, можем себе позволить. Когда мы занимаемся каллиграфией, осанка имеет очень важное значение, потому что потоки энергии, которые проходят через тело, задерживаясь в искаженном теле, они дают определенную усталость. И если мы одной рукой упираемся на стол, а вторая у нас где-то там висит, мы получаем дополнительную нагрузку на позвоночник, мы получаем определенные проблемы со спиной и так далее. То есть нам это тоже все очень важно. Есть определенные физиологические нормы, сколько должно быть касаний тела, даже не то чтобы касаний, а именно плотного сидения. Плохо, когда ребенок сидит на кончике стула, как, знаете, часто бывает, он садится только на одну ножку, опираясь на стуле. Я сейчас подумала о том, как я сижу на кончике стула и как упираюсь на ноги. Но опять-таки пока улучшите значение. Дальше. Важно, чтобы при положении за столом комфортно было положение еще и глаз. Важно, чтобы были определенные пропорции между высотой стола и высотой стула. То есть органомические показатели. Мы имеем в виду, что локоть находится от края стола чуть-чуть, буквально там 2 сантиметра ниже края стола. Вот вам будет удобно писать. Если ребенок сидит вот так за столом, еще вот так вот он смотрит, что ему будет удобно написать? Конечно же нет. Мы можем писать выше, но тогда больше усилий на позвоночник. Это тоже не очень комфортно. То есть когда у нас стол ниже уровня стола, тогда получается, если мы не имеем упора для локтей, то вся нагрузка ложится на позвоночник. А позвоночник – это наша жизнь. Его перегружать не нужно. Стоит отметить, что когда я села, я посчитала, что мне низковат и стол, и стул. И, наверное, мне было бы неудобно. А оказывается, я сейчас нахожусь именно в том положении, которое было бы правильным для письма. Да, которое было бы комфортно для письма. Напомним, о развитии навыка чистописания нам рассказывает педагог по каллиграфии Ирина Швецова. О том, как правильное письмо влияет на наше здоровье и общее развитие, говорим в продолжении программы. Я так полагаю, из вашего начала только рассказа, что все-таки каллиграфия – это не просто чистописание, да? Это работа всего организма, конечно же, это не только чистописание. Здесь важно и, не знаю, письмо как таковое просто для того, чтобы фиксировать свою информацию, то ли в школе, то ли в человек-стихизе. Это один момент. Но когда мы физиологически занимаемся самим процессом каллиграфии, я уже повторяю, что очень много задействовано в этом самого тела. И как элемент, как вид, наверное, умственной деятельности каллиграфии – это самый сложный процесс. Мы должны совместить работу руки, сочетать работу разных систем, зрительные органы, то, как работает рука, как мы держим осанку, как мы контролируем то, что у нас получается, как мы можем управлять тем, что не получается. Очень часто, поначалу, приходится заниматься именно тем, чтобы все эти системы наладить на совместную работу, чтобы это все связалось в единый узелок. Начиная от того, как мы пишем, это контроль через лобные доли, которые отвечают, собственно, за функцию саморегулирования, самопрограммирования, за качество внимания, за переключаемость внимания. И три системы. Держу осанку, держу руку, вижу, что пишу и думаю, что я пишу. Потому что бывает у нас так. Пишет ребенок, пишет, пишите. Ты что пишешь? Удобно, когда мы понимаем, что мы пишем. Допустим, из каких элементов состоит буква. И я вижу, что у него получается не то, что нужно. И что ты пишешь? Он начинает рассказывать, делает ошибку в самой формуле, как это, в формуле прописи. И вот ты это и пишешь. То есть ты формулу запомнил неправильно, и она у тебя так и получается. Мы не так пишем, а вот так. То есть идет контроль, когда просто часто же переходят те, которые уже писать умеют. Да. А нам нужно почерк создать новый. То есть мы не исправляем старый почерк, мы новый создаем. И вот тут фиксация направленности на результат. И на каждом занятии они уже со мной вместе прям повторяют. Я тебя не учу писать. Я учу тебя писать красиво. Это две большие разницы. Так вот надо ли писать красиво? Ну а как же? Это просто эстетика или это про здоровье? А и так, и так. Эстетика, смотрите, когда вы выводите, ну для взрослых, да, допустим. Когда вы выводите красивый леттеринг, когда вы выводите красивые надписи, вы сколько получаете удовольствия, вы как работаете над своим душевным, духовным состоянием. А когда ребенок пишет красиво, да, когда он пишет разборчиво, самое главное, чтобы было разборчиво. Красивый почерк, не важно какой наклон, не важно какой величины буквы и так далее. Важна однотипность. Вот тогда будет красивый почерк. Если у вас наклон 70 градусов, пусть он везде будет 70 градусов. Если вы пишете сильнее наклон, пусть он везде будет сильнее. Но не так, как у нас на стенде, что вот такие вот все буквы корявые, конечно же, именно это создает некрасивость почерка. А если почерк в другую сторону, кстати, у меня в школе было очень много примеров. Вот так вот, влево получается. Но он весь одинаковый, ровненький, но в другую сторону. Замечательно. Большую часть своей сознательной жизни я была категорически против такого почерка. Пока я сама не попробовала, не поняла, в чем смысл. Этот наклон очень хорошо для левшей. Потому что движение руки является более физиологическим. Когда двигаем мы, допустим, правую руку, у нас движения идут вот в таком виде. А когда мы делаем левой рукой движение, то мы вытягиваем букву в другую сторону. И это же очень неудобно на самом деле. Если мы делаем наклон такой же, у нас сразу становятся буквы и линии ровными. А если мы правой рукой пишем так? А правой, то же самое, вы делаете дополнительные усилия. Одно дело, когда работа идет только минимальным количеством пальчиков. Нет, даже понимаете, здесь вот идет работа и всей кисти. Вытягивается кисть и вытягиваются пальчики. То есть это намного энергозатратнее, чем мы пишем вот таким вот образом. Мало того, что мы двигаться вынуждены на другую сторону, чтобы не писать по-арабски, да, левой рукой. Мы хотя бы на этом сэкономим энергию и будем меньше уставать при письме. То есть вот этот момент обязательно стоит попробовать левшам. Если левше удобнее писать вот так вот, есть, конечно, левши, которые пишут и сверху. Ну, представьте, или мы работаем одним пальчиком, или мы заворачиваем руку, и у нас напряжение пошло все аж до плеча. Кто-то уже просто привык с момента, когда он начинал писать, его не поправили, ему не предложили должным образом попробовать разные способы, сакцентировать. И он привык так, ну, и он думает, что по-другому нельзя. На самом деле можно, и мы получаем удовольствие от письма, когда это легко. Что значит легко? Прежде всего, физически легко, когда мы успеваем писать, да, когда у нас почерк быстрый, когда мы затрачиваем меньше энергии на письмо, меньше усилий, и вот тогда получается и удовольствие от процесса каллиграфии. Что касается такой психологической, наверное, психологической части, я буквально сегодня прочитала, что для многих людей, особенно перфекционистов, каллиграфия – это не про здоровье, тот же процесс медитации, например, да, когда люди выводят, следят за своим почерком, может быть, что-то не получается, я не знаю, это выводит их из стабильности эмоциональной. Что вы считаете по этому поводу? Есть такие… Имеет место быть такая позиция? Конечно, имеет место быть. Взрослый человек уже чаще всего не задумывается, как он пишет. Пишет и пишет. Мы уже этот опыт имели в прошлой жизни, недалеко, в детстве, все, мы уже научились писать, мы уже пишем так. Но когда вы занимаетесь именно оформлением, допустим, подписыванием, ну, вплоть до того, какой-то документ мы пишем, да, подаем начальству, и человек уже с не очень хорошим почерком думает, я сейчас напишу покрасивее. А нету на это никакого опыта, что значит покрасивее. Просто ровнее буквы начинаешь больше стараться, а не получается еще хуже. Это очень частый случай. Поэтому, когда мы говорим именно о занятии каллиграфии, когда мы определяем какие-то элементы, узнаем какие-то хитрости написания, конечно же, это эстетика, конечно же, это удовольствие. И взрослые ученики, которые позанимались хотя бы 3-4-5 занятий, они находят в любом дне, момент, несколько минут, чтобы дать себе это удовольствие. Это очень большое удовольствие. А когда у нас есть удовольствие, есть эндорфины, и человек чувствует себя счастливее. Это была программа «День вместе». Следите за нами в соцсетях, смотрите на сайте tvdfizgubernia.ru. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok